Педагогический форум посвящения в России традиций в новом времени, приобретает новые точки роста, расширяется... ...честь и большое удовольствие приветствовать столь профессиональное собрание, столь заинтересованное государство российского образования от имени Государственной Думы Российской Федерации и от имени его комитета по образованию. Познал я все, и сокровенно, и явно, и научил меня приобрести художество всего. Она есть дух разумный, святый, инородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, непредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, богатительный, человеколюбивый, твердый, непоколюбивый, спокойный, беспечальный и всевидящий, проникающий всех умные, чистые, тончайшие духи, ибо премудрость подвижнее всякого движения, ибо чистоте своей сквозь все проходят и проникают. Оно и издыхание силы Божьей, и чистое излияние славы Вседержителя, и зиму ничто, оскорбленное, не войдет в миру. Я начал с книги «Премудрости Салабара», текст еврейский, текст, посчитаемый в лудаизме, текст человека, который посчитаем в исламе. Для того, чтобы подчеркнуть, что цену знания, как высшие ценности для человечества, понимали еще три тысячелетия тому назад. Я вступил на пост председателя Комитета по образованию ровно три недели назад, поэтому не ждите от меня сегодня какой-то большой, развернутый программ, тем более программой информации российского образования. Всего десять тезисов, которые могу назвать Абритс. Первое, и, наверное, главное, образование и есть одна из простых народного хозяйства. Формирование человеческого интеллектуального потенциала нации – это функция, смысл всей политики государства, а не только Министерства образования и для образовательного сообщества. Экономическая политика – это политика образования. Информационная политика – это политика образования. Внешняя политика, региональная политика, инфраструктурная политика, национальная политика, культурная политика, молодежная политика – это все образовательная политика. И надо воспринимать это как стратегию развития общества, а не как стратегию развития отрасли. Это все то, что делает действительно нацию нации. Это то, что потенциал ее определяет. Это определяет место нации в мире и в будущем. Отсюда второй пятиц. В этом смысле то, что произошло с нашей страной в 90-е годы, было национальной патастрофой. Мы потеряли поколение, которое ушло из образования и не стало частью западного образования и западной науки. В образование не пришло поколение, которое должно было составить его костяк и гордость на десятилетия вперед. На страну в это время мы тянули подружники, которые остались и пришли, чтобы сохранить иску знания, работая почти так. Третье. Сферы образования и науки недофинансированы. При том, что во всем мире, сейчас прекрасно понимаешь, инвестиции в образование вообще самые эффективные инвестиции. Называет озабоченность даже не объем финансирования, а эта сфера, которая тоже очень большой, беспокоит тенденции. В 2008 году, на уровне кризиса, страна тратила 4,8% УФГ на образование. Сегодня цифра 4,1%. В 2015 году цифра опустится до 3,5%. Вы все это должны прекрасно понимать. Это не государственный подход. Как председатель комитета по образованию, я сделаю все от себя зависящее, чтобы эта тенденция была переломана. Объясняя, что эта тенденция тупик, путь в ней был. Четвертый. Образование – это не столько денег. Это не восприятие людей только как педагогов, которые хотят испортить замечательные бюджетные показатели Министерства финансов. Это не только цифры, не только графики, это не только модели, не только модули. Забывают о том, что образование – это все-таки люди. Люди с чувством достоинства, с чувством профессионализма, с чувством авторитета, чести, долга, уважения. Люди, которые болеют за страну и часто делают это подвижнически. Увы, став из учителя на протяжении последних двух десятилетий упал, как никогда, в истории государства российского. Казалось бы, мелочи. Отменили набавки к заработной плате за степень кандидата и доктора наук. При этом, гилья, хоть никто не теряет, просто включили это в базовую ставку. Люди важны, чтобы их ученые степени, научные достижения оценивались. Это вопрос человеческого достоинства, который на можно действительно просто не обращает внимания. Объявили вузы неэффективными. А ведь авторитет – это едва ли не главное жилье из вузов. И этот авторитет часто нарабатывается десятилетиями, а иногда и столетиями. И как будут чувствовать себя люди, которые работают в вузе, которые вдруг назвали неэффективными. Хотя всегда этот вуз часто считался авторитетом. Я не говорю, что в стране нет плохих вузов. Они есть. Но нельзя объявлять десятки вузов неэффективными. Это просто некрасиво, в отношении людей, которые там работают. Пятое. У нас неплохое, можно сказать, уникальное дошкольное образование. Мало тем не менее, в России есть дошкольное образование. У нас весьма неплохое, до настоящего времени, лучше западного образования в школе. У нас сопоставимое с западными странами образование по уровню бакалаврия. Но мы начинаем проигрывать, и проигрывать очень сильно, на той ступени образования, которое называется высшим-высшим образованием. Все-таки в западных университетах, именно в администратуре, в аспирафоре, в администратуре, как хотите, лучшие профессора учат лучших студентов. У нас это уже не уровень образования до настоящего времени, это халкура. Никто уже в аспираторе по-хорошему не мучился. Именно здесь мы проигрываем, и очень здорово проигрываем нашим заторм-оккурентам. И то, что закон образования создает этот третий уровень высшего образования, это, на мой взгляд, очень большое достижение. Теперь очень важно наполнить этот уровень образования, чтобы мы действительно вышли на высший уровень уровня. Шестое. Дошкольное образование. Что здесь представляется галитетом? Прежде всего, сейчас будет прорабатываться, это нужно сделать стандарт дошкольного образования, которое в настоящее время не существовало. С единственным отличием этого стандарта в том, что он не должен быть установлено каких-либо контролем за освоением этого стандарта. Второе, что нужно, это введение проникционных требований воспитателям детских садов, которые в настоящее время фактически отсутствуют. И, к сожалению, не всегда, кроме тех, кто работает в детских садах, отвечает этим высоким требованиям. Но самое главное, и, пожалуй, это самый главный сейчас мой приоритет в деятельности и комитета, и романтий фракции в Государственной Думе, мы почти весь решили проблему очередей в детские сады. Сегодня мы имеем 360 тысяч неудовлетворенных заявлений в детские сады. Действительно начали рожать детей. У нас увеличилось количество детей очень заметно. И это повлекло за собой и другую проблему. Уже во многих регионах Российской Федерации переполнены начальные классы средних школ. Детки учатся уже в 3, а в 3 смены, чего быть абсолютно не должно. Для того, чтобы решить эту проблему, надо дополнительно выделить на образовательные цели триллион рублей в ближайшие 5 лет. Министерство финансов этих денег не выделяет. Сейчас главная задача Франции, комитета по образованию, это добиться финансирования, может быть, не в полном объеме, но по формуле 100-100-100. 100 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем году и 100 миллиардов в 15-м году. Это, по крайней мере, позволит создать 500 тысяч дополнительных мест для детишек в детских садах. Хотя, к сожалению, не решит полностью проблемы в школах. И правда, есть еще один демографический парадокс, потому что при резком увеличении количества детишек, приходящих в первый класс, будет резко сокращаться количество детишек, закорячивающих в 11 классах. Количество выпускников школ сократится в ближайшие 3 года на треть по сравнению с нынешним уровнем, что, конечно, дает очень серьезную проблему для всех. Седьмое. Среднее образование. Его принято ругать, но надо признать, что все-таки в последние годы были определенные плюсы. Впервые, пожалуй, за все последние 20 лет в школах практически нет вакансий учителей. И это практически по всей стране. Как показывают международные сравнительные исследования, у нас неплохой уровень знаний учащихся и выпускников наших школ. И по сравнению, скажем, с 10-летним, периодом 10 лет назад, этот уровень растет. Последние международные сравнительные исследования показали, что выпускники наших четвертых классов занимают просто лидирующие позиции в мире вместе с детьми из Сингапура, Гонконга и Финляндии. Если мы посмотрим на сравнительные показатели наших восьмиклассников, они уже оказываются похуже. Мы уступаем уже не только названным странам, но и азиатским тиграм, в которых очень сильны конфуцианские традиции, ставящие в мире стал образованием. У нас сравнимые с восьмиклассными показателями выпускников 11 классов, но здесь есть серьезная проблема, связанная с тем, что в старших классах дети, очень многие перестают заниматься по тем предметам, которым не собираются сдавать единый класс экзамен. И это, конечно, снижает общий уровень подготовки. Для того, чтобы эту проблему решить, на мой взгляд, необходимо в какой-то форме вернуться к учету при выступлении вуза единого среднего балла аттестата, как это было в прежние времена, что заставляло подтягивать свои знания по всем остальным предметам. Кроме того, нынешняя система единых класс экзаменов, она не стимулирует детей на то, чтобы учиться говорить и учиться писать. Потому что это не нужно для сдачи единых класс экзаменов. Вероятно, в систему ЕГЭ надо вводить устный компонент, по крайней мере, когда речь идет о языках, иностранном, и русском языке. И, безусловно, нужно вводить письменный компонент сочинения при сдаче единого госэкзамена по русскому языку и литературе. Что же касается единого госэкзамена как такового, у которого ломалось так много копий, моя точка зрения заключается в том, что отменить его уже было бы неправильно. Здесь нельзя жариться. Это действительно возможность для умников из российской глубинки попасть в ведущие российские инвескеты, что уже происходит, это правильно. И, кроме того, как показали последние исследования общественного мнения, подавляющее большинство российских родителей и выпускников школ уже поддерживают двумя руками систему ЕГЭ и не хотят вероятмены, потому что здесь более прозрачные и понятные правила игры и понятная траектория движения. Вузы. Я уже сказал, что вряд ли стоит называть кого-то эффективным, а кого-то неэффективным, но необходимо учитывать и факты. Один факт я уже назвал – сохранение количества выпускников в школу, иначе количество клиентов на 35%. Ну и кроме того, ни для кого не секрет, что существуют вузы, в которых не учат, а просто продают дипломы. Это тоже факт. Есть вузы, которые вместе с филиалами уже превышают по численности 200 тысяч человек, причем профессоров и преподавателей там гораздо меньше, чем в Московском или Санкт-Петербургском университете. Ясно, что там не учат, и ясно, что государство не должно содержать такие вузы. Также очевидно, что государство не должно приготовить такие вузы, если они частны. Поэтому, безусловно, нужны оценки вузов, и, естественно, нужна конкурсная система при распределении государственного финансирования системы высшего образования. Также понятно, что критерии оценки, которые были предложены для того, чтобы выявить эффективно, неэффективно, они не совершенны, и не критикованы, и, я думаю, в общем-то, основания для критики были. Наверное, надо было в большей степени учесть мнение дилегатического сообщества ректорского корпуса. Естественно, надо было больше времени уделить просто обсуждению этих критериев. Мне кажется, в самом деле критериев должно было быть побольше. Если бы их было побольше, это бы я саму подтягивал вузы к тому, чтобы соответствовать этих критериям. Вероятно, должны быть разные критерии для классических университетов и для сельскохозяйственных вузов, для военных вузов и для медицинских. Поэтому здесь, на мой взгляд, еще предстоит очень серьезная работа. И главное, здесь надо объяснять, а не просто уже принимать решение и кого-то вызывать в вузов в дорогу. Очень важная проблема сейчас – это проблема создания третьего уровня образования. Он действительно обозначен в законе, но он не конкретизирован, и вопросов сейчас там гораздо больше, чем ответов. Есть вопрос, может быть, одна траектория третьего образования, это разная, например, одна для вузов, другая для академических институтов, а третья, скажем, для практических дисциплин, таких как MBA и MA, я стараюсь для того, чтобы траектория была одна. Есть много споров о том, а что должно являться свидетельством о завершении образования на третьем уровне. Должно ли это завершаться в защите диссертации? Или нет? Или достаточно какой-то выпускной работы, как это на первом или втором уровне высшего образования? Я считаю, что диссертация, вероятно, должна быть. Возникает вопрос, а как эта диссертация будет называться? И нужно ли сохранять систему кандидатских и дроповских диссертаций? Или мы уж устремились, если в полоски процессов, давайте переходить на PHD? И так далее. Вопросов очень много. Вопросы, которые обсуждаются, и в которых тоже предстоит в ближайшее время принимать решения. Девятое. Академия наук. Она была создана метро. И считаю, что Академия, конечно, на протяжении всей своей истории выполняла очень важную задачу. Она была, извините, несущей стержень фундаментальной науки. Хотя никогда не работал в системе Академии науки, человек университетский. И всегда считал работать в Академии менее занятыми людьми, чем преподаватели кузов. Безусловно, в Академии, как и в системе образования, есть недостаток. Я знаю действительно работников Академических институтов, которые считают полностью за те деньги, которые платят. Но в то же время я очень хорошо знаком с работой тех институтов, которые занимаются международными отношениями, которые занимаются исследованием в гуманитарной сфере. Это хороший институт. Институт мировой экономики международных отношений, институт США и Канады, институт Европы, институт Дальнего Востока, институт Востоковедения, институт Африки, институт Латинской Америки, институт отечественной истории, российской истории, институт всеобщей истории. Чем их заменить? Заменить их невозможно. Там полосальный интеллектуальный потенциал, там традиции, там школы, там специалисты, которые в вузах разбросаны по всей стране, и собраны в одном месте, и собрать их будет очень сложным. Поэтому нечем заменить. Поэтому и к Академии наук надо относиться, на мой взгляд, с аккуратностью и тем более с уважением. Потому что авторитет Академии наук – это авторитет российской науки в значительной степени. И ромять этот авторитет, на мой взгляд, совершенно неправильно. И последний, десятый тезис. Комитет по образованию Государственной Румы продолжает работу на закон об образовании. И, кроме того, до конца этой сессии в трех чтениях надо будет принять поправки 180 федеральных законов, которые вытекают вступление в силу закон об образовании. Это огромная работа, без которой закон об образовании не заработает с первым сентября. И в этой работе исключительно важна обратная связь. Исключительно важно, чтобы все наше генериорическое сообщество принимало в этом большую часть. Причем принимало как можно быстрее. Я взял резолюцию итоговой рекомендации шестой сессии общественного педагогического форума и прочел в Государственной Думе Российской Федерации внести поправки в текст Федерального закона Российской Федерации об образовании Российской Федерации. Приложение номер один я не обнаружил, но если его у меня не будет в течение ближайших трех дней, то уверяю вас, у меня просто не будет времени для того, чтобы учесть рекомендации вашего форума. Я приглашаю всех участвовать в работе над совершенственным законодательством в образовании Российской Федерации. Мой имейл никоновсобачка.дума.gov.ru Предложение желательно присылать в форме поправок в закон об образовании Российской Федерации или в какой-либо другой закон, который сейчас предлагается пересмотру, предлагается большому количеству законопроекта. Я уверен, только такими совместными усилиями, только с помощью системы обратной связи, мы действительно сможем создать хорошие законы. Я не считаю этот закон, который принят, совершенно. И в то же время я считаю, что мы можем сделать многое, чтобы сделать его лучше, и по крайней мере уж точно не навредить. Что вообще должно быть принципом любого реформирования. Принцип не навредить. Интеллектуальное общество – это единственный залог будущего нашей страны. И мы должны сделать все, чтобы это будущее было действительно умным, просвещенным, и чтобы мы жили в такой стране, которой мы могли бы гордиться. Спасибо.